Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Деревня Хфаркама. Здесь все аутентично и по-черкесски. Есть даже этнографический музей. История жизни народа, некогда изгнанного с Кавказа, в небольшой экспозиции. Сегодня всего 12% черкесов живет на территории России, остальные в диаспоре. 4 тысячи живут в Израиле. Деревня Хфаркама, столица израильских черкесов, стала центром черкесского протеста против Сочинской Олимпиады. Идею претензий к России поддерживает в диаспоре большинство. Хранитель и создатель этнографического музея Зойер говорит, что такого музея нет ни в Турции, ни в Сирии, ни в Америке, где черкесов живет куда больше, чем в Израиле. И как у каждого народа, у черкесов есть своя мечта – вернуться на Кавказ. И протестуют ныне не только против Сочи-2014. Они выступают за то, чтобы Россия признала свои ошибки. В последние годы во всем мире стали понимать, что Кавказ – это не Россия. Кавказ был независимым государством. Мы говорим о Черкесии в историческом смысле. И Россия, как страна демократическая, должна понять наши национальные чаяния. Сочи был столицей черкесского государства, говорят здесь, и последним оплотом сопротивления России в Столетней войне. На территорию исторической родины, туда, откуда черкесы были изгнаны 146 лет назад, они вернуться не могут. Олимпиада на костях – это неприемлемый вариант для черкесов. Даже место проведения Олимпиады, считают они, это фактически кладбище. Что требуем, это чтобы признать геноцид. И, конечно, против Олимпической игры 2014 в Сочи, потому что выбрали те места, именно там, Красный Полянь, которые говорят, Красный назывался не потому, что там красные цветы растут. Там много людей убили, там очень много количества людей. На предложение диаспоры обсудить проблемы в Госдуме ответили молчанием. Впереди у черкесов встреча с политиками Европы и США. Они и сами понимают, что просто так им никто ничего не отдаст. Впрочем, как говорит Зояр, без надежды на справедливость нет справедливости. В деревне Кфаркама не все занимаются политикой. На самом деле, это настоящий культурно-исторический центр черкесов в Израиле. Вот на этой лошади можно прокатиться по деревне и понять, как же живет этот народ в нашей стране. Лошадь идет медленно, рассмотреть можно все. Также и протест свой черкесы считают медленным, но верным. Маленькое дело дают большие результаты, говорят они. Борис Штерн, Михаил Шварц, служба новостей 9 канала.